Уши чистим, уши очень грязные. Уши грязные. Тихо-тихо-тихо-тихо, нытик-нытик. Уши с красивыми ушами. Видите, какой у нас пёс красивый вырос? Что умолчить, Анастасия Александровна? А это вот со сломанной лапой Тошка. Бедный. Подай. Я представляю, что сейчас будет кто-то. Я представляю, очень это хорошо. Уши чистые розовые, чистые уши. Уши почистили, почистили уши. Такие шелкаистые уши стали. Врач у нас была сегодня почти 4 часа, наверное, точно больше трёх. Ну, конечно, мой личный график, понятно, сбивается. Уборка у них тут занимает вот только в ихнем отсеке. Где-то час это, ну, просто это вот их отжать. Всё у них поменять, поднять, то есть лежаки. Всё пропылесосить, вычистить, всё помыть. Аж какашки, конечно, везде. Время тоже занимает вот крепёж. Вот. Креплю специальные такие крепежи. Вот и господи. Иначе никакая подстилка с их ползанием. Вот видите, как залазит. Она просто не будет лежать на месте, то есть всё это поднимется. Вот. Поэтому, конечно, всё это время. Время. Это время не катастрофическое, просто нехватка. Вот. Ещё раз скажу, нам всегда нужны пелёнки 60 на 90. Чё бакин нам ещё надо? Скажи, мне мясо надо? Скажи, я мясо люблю. Давай. Вот как головой через три святуши вычистили. Что-то ему не нравится-то. Ну, грызки. Конечно же, помощь нужна всегда в оплате. И кормы, и наполнители. Вот сейчас у нас там долг повиснет у ветврача. Пять тысяч – это вот то, что она тут манипуляции делала. И то я точно могу сказать, что она нам всё по минимуму посчитала. Можно сказать только такую основную работу. так она очень много у нас всего сделала. Причём, я говорю, почти четыре часа ветврач была у нас. Вот. Там кошек практически всех осмотрели. То есть, уши почистили у кого грязные, там, носы. Вот. Вот. Заказывали ей противорвотную. То есть, она нам привезла четыре упаковки. Это плюс ещё восемьсот рублей. То есть, вот сейчас мы врачу должны пять восемьсот. Вот. У меня на карте ноль. Я вчера отправила семь тысяч за курятину. Потому что уже неудобно. Уже там долг 17 тысяч скопился. И я давно ничего не отправляла. Поэтому семь тысяч отправила за курятину. И всё. Привет. Всем спасибо, кто помогает, откликается. К сожалению, таких людей очень мало. Очень мало. И я не справляюсь вот с теми расходами, которые лежат на моих плечах. Уже вообще, если честно, не знаю, мне кажется, я с трудом вот здесь вот что-то делаю. Причём, ну, просто элементарно это отжать там, помыть пол, пропылесосить, постирать. Уже куда-то там в какие-то там углы. Разборка шкафов там. В своей комнате я даже не буду говорить, сколько я времени не убиралась там. Убираю только лотки. Вот. И всё. Потому что, ну, я просто ничего не успеваю делать. Вообще ничего. Особенно то, хоть худо-бедно какие-то были, да, работники. Кто там раз в две недели, кто-то там раз в десять там дней мог приехать. Хоть что-то поможет сделать. Вот. И сейчас я совсем одна и, ну, ничего не успеваю. Просто ничего. И реально паника, отчаяние. Потому что, вот, бежишь, говорю, сегодня врач приехала. А у меня там чира вся обкакалась, вывозилась. Всё, как назло. Эти тут всё уделали. Вот это вот парочка. Бегаешь, вот просто бегала между врачом. Здесь между ними. То есть, чтобы там хоть что-то сделать. Баки нового туши пока, ну, чтобы почистить. И я прям при Анастасии Александровне говорю, я его помою. Потому что, ну, чё, он весь описался. Чтобы хотя бы более-менее чисто было. То есть, и вот эта вот беготня. Просто кружится голова. Кружится голова. Ещё раз говорю. В соцсети, то есть, в свои там группы на свою страницу после обеда я не захожу. Это уже принципиально для меня. На звонки не отвечаю на незнакомые. То есть, если кто-то что-то хочет выяснить, пишите. Я не выдерживаю вот эти вот колоссальные нагрузки. Просто не выдерживаю. Я выдерживаю. А, пока. На основе я возьду. Продолжение следует...